Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Как сделать систему управления транспортом в городе эффективнее, обсудили на встрече глава администрации Олег Фурсов и руководитель муниципального предприятия пассажир-транссервис Олег Шперлинг. Сейчас организация отслеживает движение более тысячи единиц техники. Чтобы контролировать еще больший объем транспорта в городе, предлагают создать единый диспетчерский центр. В диспетчерском пункте муниципального предприятия пассажир-транссервис работа не останавливается ни на минуту. За движением общественного транспорта диспетчеры следят круглосуточно. Дарья Лебедева трудится здесь больше года. Вся обстановка на дорогах города у нее как на ладони. Мы следим за общественным транспортом, за его движением. То есть также мы оформляем ДТП. Если машина сломалась, оформляем там возврат в парк. Специалисты контролируют движение сотен автобусов и троллейбусов. Каждая машина должна прибывать на место точно в срок. Как выстроена работа муниципального предприятия, проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Ну а линейный диспетчер как узнали? Они связаны. То есть вы звоните линейным диспетчером, информируете? Или в электронном виде обмена идет? Нет, только по телефону. Только по телефону. Чтобы работа диспетчеров стала еще эффективнее, руководитель муниципального предприятия предлагает создать в Самаре единый диспетчерский центр, где объединятся все операторы города. В том числе и с ТТУ. Сейчас они работают отдельно. Это поможет еще лучше отслеживать движение всего транспорта в городе и ужесточить контроль за перевозчиками. Также руководство муниципального предприятия предлагает усовершенствовать программу электронная транспортная модель. Это большая карта города, где можно рассчитывать все транспортные потоки. Ее нужно применять как раз для таких целей, как расчет схем для припланирования строительства, когда нужно что-то где-то построить, тоже оптимизировать. Реконструкция, ремонт дорог, каких-то торговых центров, вот возведение торговых крупных центров нужно обязательно просматривать транспортные потоки. Мне поподробнее тогда нужна информация по этой программе. Значит, какие вообще закладывались задачи в этой программе и что она должна делать на выходе. Мы должны что-то просто понимать, что на входе, что на выходе. И наложить это на задачи, которые перед городом стоят в ближайшие 5-6 лет. Тогда эффективность, рентабельность в таком плане социальном, она будет понятна. В целом глава администрации согласился со специалистами в том, что единая система управления движением городу нужна. Особенно в преддверии чемпионата мира. Но и финансовых вложений она требует серьезных. Мэр поручил объединить в рамках комплексного соглашения усилия всех заинтересованных сторон. Не только мэрии, но и региональных министерств, ГИБДД, крупных перевозчиков. Кроме того, по мнению главы администрации, электронную транспортную модель необходимо доработать совместно с учеными самарских вузов. В детский сад без очередей. В Марте на улице Горная в железнодорожном районе Самары двери дошкольникам откроет второй корпус 279 детского сада, в котором смогут разместиться до 100 ребятишек в возрасте от 2,5 до 7 лет. Сейчас в здании завершающий этап ремонта. С проверкой туда отправился первый заместитель главы городской администрации Виктор Кудряшов. Новые стены, новая детская площадка. Здание строилось практически с нуля. Работа почти закончена. Осталось исправить мелкие недочеты. В ходе проверки трехэтажного детского сада первый замглавы городской администрации Виктор Кудряшов обратил внимание на неровности в отделке стен и их покраски. Либо качество прокраски здесь плохое. Смотрите, ну прям. Ребята, это упадает, что должны такие вещи устранять. Имеющиеся недочеты подрядчик пообещал устранить в течение двух недель. Но в целом было отмечено, работа сделана качественно. После открытия четыре группы детского сада смогут вместить до 100 воспитанников от 2,5 до 7 лет. В детских спальнях уже установлена кровать и игровая комната также оборудована. На полках малышей уже ждут игрушки. Практически укомплектован и штат сотрудников. У нас будет 8 воспитателей и 4 вспомогательного персонала. Сейчас мы уже пытаемся под ноль вывести очередность в нашем районе и пользоваться популярностью от Авроры, наш взглядский сад, до Пентинской, Владимирской. По словам Виктора Кудряшова, проектирование новых дошкольных учреждений ведется в районах с наибольшей очередностью. Если в поселках Управленческий, Красная Глинка и Прибрежный этот вопрос практически решен, то в центральных районах города ощущается недостаток свободных земельных участков. Мы стремимся полностью ликвидировать очередь для детей от 3 до 7 лет. На сегодняшний день у нас готовы проектно-сметные документации уже на 6 детских садов. Мы готовы приступить к реконструкции или к строительству. И достаточно большое количество детских садов мы будем ремонтировать, открывать новые группы за счет помещений, которые сегодня не используются, которые еще можно приспособить для размещения детских кроваток, игровых комнат. В настоящее время уже готов проект реконструкции здания по переулку Гончарова. Завершается проектирование объекта по улице Степана Разина. Кроме того, этим летом начнет работать детский сад на 120 мест на улице Енисейской в Кировском районе Самары, где активно ведутся отделочные и фасадные работы. Всего в рамках госпрограммы по развитию объектов образования в этом году в Самаре планируется открыть более 3000 мест в детских садах. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Здание бывшего самарского кинотеатра Шибко на улице Старозагора может вернуться в городскую собственность. Сейчас администрация Самары принимает все меры, чтобы вернуть помещения, которые были приватизированы еще в 2004 году. После отчуждения из муниципальной собственности какое-то время кинотеатр продолжал работать, но собственник, компания ООО «Премьера», не смог расплатиться по кредиту, взятому у банка. Сейчас Шибко остается в залоге, а в отношении компании «Премьера» в конце прошлого года начата процедура банкротства. По закону городские власти не могут выкупить кинотеатр, пока он не перейдет в собственность кредитного учреждения. Как только банк станет владельцем кинотеатра Шибко, после этого мы вернемся к разговору о выкупе этого помещения, здания. Предварительные переговоры проведены, банк идет нам навстречу. Процедура банкротства собственников Шибки может быть завершена в декабре этого года. Тогда же здание сможет вернуться городу. По просьбам горожан в помещении Шибки, построенном в 70-е годы прошлого века, как символ дружбы России и Болгарии, планируется открыть культурный центр русско-болгарской дружбы. После возврата бывшего кинотеатра необходимо будет привести здание в порядок. Сейчас, чтобы не допустить дальнейшего разрушения Шибки, правоохранительными органами направлено обращение в адрес банка о необходимости блокировки входа в помещение, а прилегающую территорию патрулирует полицейский наряд. Взаимовыгодное сотрудничество стало главной темой встречи главы администрации Самара Олега Фурсова и руководства Приволжского представительства компании «Сименс». Крупнейший инвестор на российском рынке более 160 лет, а первый офис в Приволжском федеральном округе был создан именно в Самаре. Городские власти заинтересованы в привлечении инвесторов и внедрении современных технологий в городское хозяйство. Энергетика, модернизация водопровода, развитие транспортной инфраструктуры, создание производства и восстановление исторических зданий. Список направлений для совместной работы власти и бизнеса предложен обширный. Электрические сети, водопровод, транспортная инфраструктура – важнейшая сфера в городском хозяйстве. Компания «Сименс» представила руководству Самары свой взгляд на решение задач в этих направлениях. Возможность внедрения разработок на практике глава администрации Самары поручила рассмотреть руководителям профильных департаментов и ресурсно-снабжающих предприятий. Основной критерий – будь то энергетика или водоотведение, перспектива экономии ресурсов и уменьшение финансовой нагрузки на горожан. Глава города отметил, в перспективе сотрудничество с компанией должно увенчаться и созданием производства на территории Самары. «Нам бы, конечно, хотелось видеть, кроме социальных программ, чтобы у нас реализовывались какие-то совместные проекты в сфере развития экономики, создания новых рабочих мест. Предлагаю все-таки еще раз подумать о том, чтобы не просто реализовать продукцию, производимую на других территориях, но все-таки, учитывая наш опыт, наш потенциал, в том числе, на общей технической, рассмотреть возможность открытия на территории Самары одного из производств. Я думаю, такие возможности будут созданы, благоприятные». Положительный отклик у инвесторов нашло еще одно предложение мэра Самары, связанное с восстановлением фасадов зданий в исторической части города. Представительство «Сименс» ПФО заинтересовано в открытии нового офиса и готово привести в порядок одно из исторических зданий с тем, чтобы потом получить его в долгосрочную аренду на выгодных условиях. Такая практика существует, и глава городской администрации поручил подготовить список подходящих помещений. Власть и инвесторы нацелены на плодотворное сотрудничество. В ближайшее время будет подготовлен проект соглашения, начиная от вопросов образования и социальной сферы, заканчивая конкретными задачами по поставкам оборудования. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Прибыть на место ЧП в считанные минуты, оказать профессиональную помощь и спасти жизнь человека под силу только подготовленному спасателю. В Самаре прошли областные соревнования на звание лучшей команды главного управления МЧС. В ходе состязания отработали и приемы по ликвидации чрезвычайной ситуации при дорожно-транспортных происшествиях. Наш корреспондент продолжит. 5-8 минут на то, чтобы вытащить людей из искорежного автомобиля. Столько уходит времени у спасателей на тренировки. Но в реальной ситуации все может пойти совсем не по сценарию. Главное в этот момент не растеряться. Несколько минут и старенькая вазовская копейка превращается в кабриолет. При ликвидации последствий ДТП спасатели используют гидравлический инструмент. После этого условно пострадавшие манекены извлекают из автомобиля. Дальше все зависит от медиков. Чтобы быть готовым к любой ситуации, тренировки у спасателей проходят постоянно. Это очень важно. От этого зависит качество работы, быстрота выполнения действий, реагирования. Областные соревнования. Название лучшей команды проводится уже в пятый раз. В этом году слаженную работу показали спасатели из шести городов. По итогам прошлых состязаний Самара была на четвертом месте. У нас соревнования проводятся планово. План основных мероприятий. Первый этап провели на территории гарнизонов. У нас 35 гарнизонов пожарной охраны. Второй этап мы проводим в системе главного управления. Выявляем лучшую команду. Лучшей команде предстоит представлять Приворский федеральный округ и демонстрировать свои навыки на соревнованиях федерального уровня. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в этом году в Самарской области на 50% превысило эпидемиологический порог. Сотрудники Роспотребнадзора ведут мониторинг заболевших. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 29 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Больше всего заболевших в промышленном Кировском и Советском районах. В регионе продолжаются карантинные каникулы. Сейчас полностью закрыты 25 школ и 4 детских сада. Медики отмечают, что большинство заболевших взрослые. А вот дети раннего возраста до трех лет практически не пострадали от вируса. Заболеваемость в этой возрастной группе ниже эпидемического порога. Это большое и существенное благо для общества. Потому что дети этой возрастной группы всеми болезнями, инфекционными, соматическими, болеют непредсказуемо. Вот удалось их сохранить в более щадящем режиме от поражения вот той инфекции, которая в принципе сейчас по Самарской области и по территории Российской Федерации в мире ходит. Чтобы не заболеть, медики рекомендуют принимать профилактические меры, избегать контактов с больными, тщательно мыть руки и чаще проветривать помещение. А в случае недомогания немедленно обращаться к врачу. В четверг начинается широкая масленица. В старину в этот день все работы прекращались и начиналось веселье. И сегодня этот праздник отмечают с размахом. Пусть даже и не так, как в старину. Валерия Квасневская продолжит. Масленица едва ли не единственный праздник, оставшийся в православной России в наследство от языческих времен. Всю неделю перед Великим постом принято печь блины и ходить к родственникам в гости. Для многих это веселое шумное гуляние, радостное ожидание весеннего тепла, горячие блины и прочие вкусные угощения. И самое подходящее время для благотворительности. Общественная организация инвалидов устроила настоящее народное гуляние по всем правилам. Игры, конкурсы, хороводы и вкусные угощения подарили возможность людям отвлечься от забот и проблем и с удовольствием провести время. Доброе и веселое празднование Масленицы для общества единомышленников уже становятся традицией. И в следующем году организаторы обещают встретить весну с теми, кому так необходима любовь, забота и внимание. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События. Самарская филармония отмечает 14-й день рождения органа. В праздничный вечер в честь этого события прозвучали произведения Баха, Гильмана, Рахманинова, Моцарта. Первый органный концерт в Зале Самарской государственной филармонии состоялся 17 февраля 2001 года. Мастера известной органостроительной фирмы Рудольф фон Беккерат создали инструмент специально для этого зала. На самарском органе замечательно звучит музыка как прошлых времен, так и современности. За 14 лет существования органа в Самарской филармонии свое мастерство показали исполнители из более чем 20 стран мира. Но прежде всего история самарского органа неразрывно связана с творчеством заслуженной артистки России, талантливого музыканта Людмилы Камелиной. Наш инструмент, у него очень твердый характер. К нему надо научиться искать подход, находить этот подход. И мне кажется, наши отношения складываются таким образом, что я все больше и глубже узнаю этот инструмент, и я безусловно стараюсь приспособиться к его характеру и предложить слушателям самые выгодные, самые яркие стороны его. Не входите в клетку с тигром опасно для жизни. Правила верные, не для всех. В Самару с гастролями прибыл египетский цирк Хамады Кута. Молодой потомственный дрессировщик бесстрашно укращает хищников. Одновременно на арену выпускает нубийских львов и бенгальских тигров. На открытые репетиции побывал наш корреспондент. Без куска мяса Лев Спартак и ухом не шевельнет. Стоять на задних лапах согласен только за ароматное угощение. Артисты цирка, нубийские львы и бенгальские тигры прыгают по тумбам, играют в чехарду и танцуют пируэты. Большие кошки с трудом, но поддаются дрессуре. Понимают, конечно, арабский и вполне приемлемый русский. Тяжело, не тяжело. Я не чувствовал уже. Все привит. Самое главное у меня дает эта энергия, когда дети улыбаются, когда они вспоминают меня, когда они еще раз переходят ко мне и сказали спасибо большое. И это у меня стоит очень много. Даже стало так интересно, что они меня вспоминают. Через год, через два они меня помнят. У самого вежливого человека на российской земле все путем. Отношения налажены. Потомственный дрессировщик из Египта Хамада Кута объехал с гастролями пол России и везде с аншлагами. Открытые репетиции на публику, его ноу-хау. Приходите, смотрите, мне нечего скрывать, я не издеваюсь над животными. У меня с ними полное взаимопонимание, говорит дрессировщик. Самарская детвора рада возможности познакомиться поближе с кошачьим семейством. Я люблю цирк. Мне не нравится то, что у них такая ловкость. Они любят прыгать, бегать и питаются они мясом. Я люблю, как они лычат. И они живут в жонглях. У животных поближе посмотреть. В необычных ситуациях, непривычных для них. Не просто в клетке, а то, что они ходят, играют, прыгают. Представления продлятся до 15 марта в шоу-программе. Зрители также увидят леопардов, питонов, крокодилов, акробатов, клоунов и жонглеров. Но главными на арене, конечно, будут эти прекрасные большие кошки, которые преданы своему хозяину и другу. И иногда бывают очень нежными. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Автогражданка снова подорожает. Банк России предлагает заложить в тарифы увеличившуюся из-за ослабления рубля стоимость запчастей. С учетом запланированного на апрель повышение ОСАГО станет многим не по карману. Последний раз тарифы ОСАГО пересматривались в октябре прошлого года. Тогда базовая ставка выросла только на 25-30%. В этом году регулятор планирует обновить тарифы в апреле одновременно с повышением лимитов выплат по ущербу жизни и здоровью до 500 тысяч рублей. По предварительным подсчетам тариф может вырасти почти на 60%. Кстати, теперь и отстоять свои права в суде будет сложнее, поскольку есть единая методика подсчета стоимости ремонта, а она сильно в пользу страховщиков считает. Правительство России не допустит дефицита лекарств. Ситуация с лекарствами сейчас одна из самых сложных и поэтому находится в фокусе внимания правительства. Ключевая задача – это контроль за лекарствами из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Поэтому у списка ведется особо тщательный контроль. К примеру, на открытом рынке лекарства выросли в цене в среднем по разным сегментам на 12-15%. Лекарства из списка практически не увеличились в цене, поскольку цена сдерживается государством. В Испании во время традиционного бега быков энсьерро бык боднул американского туриста Бенджамина Миллера. Он не успел увернуться, поскольку был довольно тучным. В настоящий момент турист прооперированный находится в больнице. Миллеру зашили раны на спине, 40-сантиметровую рану на бедре и задетые внутренние органы. Кроме него еще пострадали американец и испанец, которые также попробовали прочность бычьих рогов на себе. А вот быка, между прочим, никто не обследовал. А ведь он мог из-за тяжести американского туриста хребет сломать. Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС снизился, а индекс ММВБ наоборот подрос до отметки 1814 пунктов. Лидеры роста – акции Мичелла, Россетей, Солерса, ФСК ЕС и Алроса. Среди лидеров падения – бумаги московской биржи, АФК «Система», ТМК, НЛ «Россия» и Интеррау. К открытию торгов на рынке акций России сложился негативно-нейтральный внешний фон. Американские площадки закрылись преимущественно в минусе. Фьючерс на S&P также минусовал с утра. А кодировки черного золота снижались накануне публикации еженедельных данных по запасам в США. Курс доллара на 19 февраля – 62,40 рубля, курс евро – 71,08 рубля. Золото стоит 2420 рублей за грамм. Серебро стоит 33,74 рубля за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 59 долларов 35 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Футболисты «Лады» обыграли «Академию». Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае. «Лада» проиграла «Автомобилисту». Футбольный клуб «Лада» в контрольном матче выиграл у команды «Академия» со счетом 3-0. Игра проходила в два тайма по 40 минут на главном поле «Академиков». Первый гол на 24-й минуте забил Артем Аксененко. В концовке встречи форвард Андрей Овечкин отметился дублем. Анастасия Павлюченкова в дуэте с соотечественницей Аллой Кудрявцевой вышла в четвертьфинал парных соревнований в Дубае. Девушки обыграли на чемпионском тайбрейке Сесуи Вэй из Тайваня и Санью Мирзу из Индии со счетом 6-4, 4-6, 10-7. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В матче за выход в полуфинал соревнований в парном разряде Павлюченкова и Кудрявцева сразятся с немками Анной Леной, Гренфельд и Юлией Гергес. Хоккейная «Лада» в Тольятти проиграла своему прямому конкуренту за попадание в плей-офф КХЛ автомобилисту из Екатеринбурга. Уже в первые пять минут гости угостили «Ладу» двумя шайбами, забросили Александр Нестеров и Александр Рыбаков. До конца периода «Лада» так и не смогла отыграться. Реализовать большинство «Ладе» удалось только во втором периоде. Шайбу забросил Георгий Белоусов. На 34-й минуте гости тоже воспользовались численным преимуществом и Алексей Симаков забросил третью шайбу, решив итог встречи. Увы, но после этой игры «Лада» лишилась возможности попасть в плей-офф КХЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова